Добрый день! На сегодняшнем уроке мы попробуем научиться дыханию, которое будет разгружать органы малого таза, к которым у нас относятся мочевой пузырь, матка, простата и прямая кишка. Очень часто нарушение работы тазовой диафрагмы приводит к тому, что эти органы начинают хуже дренироваться, ухудшается их состояние и они имеют тенденцию к опусканию, так называемый пролапс. Очень часто рекомендуют использовать вакуум. На мой взгляд, более эффективными является дыхание, которое рекомендовано автором Блондин Кармен Желе. Это дыхание более физиологично и оно позволяет вам лучше почувствовать мышцы вдоха. У нас к мышцам вдоха есть основные мышцы вдоха и вспомогательные. Если вам сложно будет выполнить, как я сейчас в положении сидя или стоя, вы можете начать в положении лежа. Когда мы делаем вдох, основной мышцей вдоха у нас является диафрагма. Но также к мышцам вдоха у нас относятся наружные межреберные мышцы, поднимающие ребра и также передняя зубчатая мышца. Они делают поднимание ребер вверх. Значит мы можем, независимо от того, делаем мы вдох или нет, включить эти мышцы и увеличить объем нашей грудной клетки. Это позволит снизить внутриврешное давление и таким образом снять нагрузку, простимулировать некое движение вверх органов малого таза. Что мы сейчас будем делать? Мы понимаем, что у нас движение ребер должно пойти вверх. Представьте, что у нас ребро крепится к грудине, так оно и происходит, к грудине, большая часть ребер и к поперечному отростку. И они при движении вдох приподнимаются вверх, словно ручка от ведерка. То есть, есть движение вдох. Но мы не включаем, значит, дополнительные вспомогательные мышцы. Это когда мы используем большие, малые грудные, лестничные и грудинно-ключично-сосцевидные. То есть, мы постараемся сделать вдох более физиологичными мышцами основными вдоха. Что мы делаем? Мы делаем вдох, и у нас грудная клетка будет двигаться в связи с тем, что у нас ребра поднимаются, она будет объем грудной клетки увеличивается, ребра увеличиваются, диафрагма включается, ребра уходят в сторону. Мы делаем вдох и делаем выдох. Обратите внимание, мы не включаем вспомогательную мускулатуру, когда вдох делается так. И появляется напряжение в грудном отделе. Значит, что нам теперь нужно будет сделать? Мы делаем вдох и удерживаем мышцы вдоха от расслабления. То есть, они нам развели грудную клетку и ее удерживают. И при этом мы начнем выдыхать. Мы будем выдыхать. Обязательные условия, которое нам будет необходимо. Мы должны будем выдыхать так, чтобы у нас поперечная мышца живота включалась и у нас живот двигался, собирался со всех сторон. Очень часто бывает так. И давайте попробуем это разобрать. Кладем одну руку на реберную дугу, вторую руку на живот. Наша задача на выдохе, сокращая мышцы живота, ощущать, что реберные дуги опускаются вниз. Вдохнули, животик идет внутрь, реберная дуга опускается. Часто я вижу так, что наоборот сокращаются мышцы живота, реберная дуга становится в сторону, она не двигается, не сокращается. Наша задача раскрыть на вдохе, включить мышцы вдоха. Включили. Удерживая, начинаем выдыхать. Я говорю, поэтому я выдыхаю. Я держу мышцы на вдохе, у меня животик собрался и теперь я дополнительно еще добираю мышцами вдоха объем и выдохнуть, да выдохнуть остаточный воздух. Что получается? Мы увеличивая, да, то есть мы включаем мышцы, увеличивая объем давления, мы снимаем напряжение. У вас будет ощущение, что прям органы малого таза поднимаются вверх. Это физиологичное движение, мы можем его выполнить и оно прекрасно пойдет для разгрузки тазового дна и, соответственно, органов малого таза. Теперь попробуем его выполнить вместе со мной. Кладем руки на реберные дуги, следим за тем, чтобы у нас не включалась вспомогательная мускулатура. Делаем вдох, удерживаем мышцами грудную клетку, живот у нас при этом сокращается. Я говорю, я выдыхаю. Держим и делаем без вдоха расширение грудной клетки еще больше. И да выдохнуть, собрав грудную клетку. Вот эти небольшие действия позволят первое, так называемое, вот это называется ложный вдох. В вакууме это тоже называется ложный вдох, но там другое положение и там затягивание внутрь. Здесь мы в физиологическом положении, это несложно. По мере того, как вы начнете слышать свои дыхательные мышцы, которые участвуют во вдохе, вы это будете делать легко. И что самое важное, после такого движения очень хорошо раскрывается груда брюшная диафрагма и органы начинают хорошо дренироваться. Надеюсь, что этот урок для вас был полезен и желаю успеха в освоении собственного тела.